Каролинская собака – порода примитивных собак, происходящих, вероятно, от индийских предков. Первые одомашненные собаки Америки. В лесах и болотах юга США до сих пор существуют их дикие собратья. Используются для охраны домов и имущества, охоты, имеют пастушьи инстинкты. Аролинские собаки не агрессивны, но к незнакомцам относятся подозрительно. Им присуща осторожность в общении с людьми. Каролинская собака – дикая собака из юго-восточной части США. Впервые обнаружена в 1970-х годах в штате Южная Каролина доктором Брисбеном. Происхождение каролинской собаки доподлинно неизвестно. Возможно, она является диким животным, возможно, повторно одичавшей, как динго, породой домашних собак, например, образованной собаками париями. Каролинская собака хорошо переносит жару и низкую влажность, но очень плохо холод. Другие ее названия – американский динго, дикси-динго. В Европе ни одного экземпляра не обнаружено. Все особи обитают исключительно на юго-востоке США. История. Каролинские собаки произошли от собак, сопровождавших полиамериканцев, которые путешествовали из Азии в Северную Америку по Берингову мосту. Сегодня их все еще можно найти живущими в дикой природе недалеко от границы между Джорджией и Южной Каролиной, но их также видели на севере, например, в Огайо и Пенсильвании, и на Западе, в Аризоне, чаще всего в сельских районах. Типичная каролинская собака имеет заостренные уши, лисью морду и хвост, который изгибается, как рыболовный крючок, когда он поднят. Они похожи на австралийских динго, но с таксономической точки зрения к ним не относятся. Неуверенные с незнакомцами, они бьют тревогу, не зная, кто за дверью, но увидев своих людей, они приходят в экстаз. Собаки Каролины имеют выраженный менталитет стаи, так как это было необходимо для выживания в дикой природе. Описание. Рост от 45 до 61 см, вес 15-20 кг. Шерсть короткая, густая, щетинистая, с густым подшерстком. Окрас, различные оттенки рыжего, от светлого до насыщенного красно-рыжего, а также песочный и коричневый. Сравнение с домашней собакой. Каролинская собака слабее и медленнее многих пород домашних собак, но более гибкая и ловкая. Произошла, скорее всего, от дворняжек. Интересные факты. Детальное изучение собак этой породы привело ученых к неожиданному результату. Структура их костей схожа с останками собак неолитического периода. Это одна из немногих пород собак, оставшиеся примитивной и получившейся путем естественного отбора и выживания, а не целенаправленного выведения. Всего в природе существует несколько сотен каролинских собак. Собаки-каролины выкапывают ямы для морд, которые представляют собой небольшие конические углубления в грязи, которые точно соответствуют мордочкам собак. Большинство ям выкапываются самками в период с сентября по январь. Этих собак называли североамериканскими коренными собаками, индейскими собаками, американскими динго, дикси-динго и собаками-ярлерами. Каролинская собака по имени Джинджер, представитель кормов для домашних животных одной известной фирмы-производителя кормов. Содержание и уход. Каролинская собака будет хорошо себя чувствовать на качественном корме для собак. Любая диета должна соответствовать возрасту собаки. Некоторые собаки склонны к полноте, поэтому следите за потреблением калорий и уровнем веса вашей собаки. Лакомства могут быть важным подспорьем в тренировках, но их слишком большое количество может вызвать ожирение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если у вас есть какие-либо опасения по поводу веса или здоровья вашей собаки. Чистая свежая вода должна всегда быть в миске. Собакам каролины требуется минимальный уход. Они стремятся содержать себя в чистоте, как кошки, тем не менее, время от времени может потребоваться купание. Эти собаки не нуждаются в каких-либо специальных приемах ухода, кроме чистки щеткой и стрижки когтей. Длина шерсти от короткой до средней, хотя у некоторых собак в северных регионах волосы со временем стали длиннее. Плотность шерсти зависит от сезона, обычно она выше в прохладные месяцы. В более прохладные месяцы должен быть очень выраженный подшерсток. Короткая и гладкая шерсть встречается на голове, ушах и передних лапах. Грубые длинные остевые волосы на шее, холке и спине. В возбужденном состоянии эти волосы встают дыбом. Как и любая другая собака, каролинская собака требует физических упражнений. Это не высокоэнергетические собаки, но им следует ежедневно заниматься спортом. Варианты упражнений включают игры на заднем дворе, желательно за забором, или прогулки несколько раз в день. Упражнения также могут быть в форме занятий в помещении, таких как прятки, погони за мечом, катящимся по полу, или изучение новых трюков. Определенные занятия на свежем воздухе, такие как плавание, походы, поиск мечей или летающих дисков, могут стать хорошим выходом для расхода энергии. Тренировки для собачьих видов спорта, таких как аджилити, послушание и ралли, также могут быть отличным способом развить вашу собаку. Здоровье. В целом, собаки-каролины обладают крепким здоровьем. Недавние исследования показали, что некоторые из них чувствительны к ивермектину, поэтому обсудите это со своим ветеринаром, прежде чем вводить какие-либо противопаразитарные препараты. Хорошие заводчики проводят проверки здоровья и генетические тесты, чтобы снизить вероятность заболевания своих щенков. Цена и как правильно выбрать щенка. Оптимальный возраст, когда щенки готовы отлучиться от матери, это полтора месяца. При первой встрече обязательно обратите внимание на поведение собаки. Активный образ жизни, здоровый вид и желание играть, это признаки того, что это правильный вариант. Во время знакомства с щенками не лишним будет проверить имеющиеся документы, уточнить прививочный статус. Важный факт, обязательно стоит обратить внимание на шерсть животного, состояние его глаз и ушей. Покупатель должен уточнить диету матери, пищевые привычки и предпочтения собак. Кинологи рекомендуют приобретать щенка в специализированных питомниках. Так гораздо больше шансов купить щенка с родословной от хороших родителей, который будет сильным и здоровым. Обратите внимание на то, как щенок он ведет себя среди сородичей в естественных условиях, как общается или играет с ними. Следите за поведением вашего выбранного щенка при кормлении. Возможно, приглянувшийся щенок ответит вам взаимностью и проявит интерес к вам как к потенциальному хозяину. Если это произойдет, не сомневайтесь и покупайте. Средняя цена на щенка составляет 300-500 долларов США. Итог. Каролинская собака, также известная как желтая собака, собака ялера, американский динго или дикси-динго, это порода собак среднего размера, иногда встречающаяся на одичьвших территориях на юго-востоке США, особенно на изолированных участках для налистных сосен и кипарисовых болотах. Сегодня ряд энтузиастов держат отловленных каролинских собак в неволе. Но даже в диком виде каролинская собака довольно дружелюбна и относится к человеку без злобы и с интересом. Попытки сделать их стандартизированной породой увенчались признание породы собак каролина в двух небольших кинологических клубах и полного принятия в программу создания породы одного крупного кинологического клуба. Первоначально это была порода ландрас. Каролинская собака была заново открыта как свободно бродячая популяция лером Брисбеном-младшим.